8 ноября в день памяти великомученика Дмитрия Солунского и епископа Траденский и Похвенский Никифор совершил божественную витургию престольного праздника в храме села Сидоровка. Праздничная служба началась по традиции в 9.00 и проходила при соблюдении всех норм самобедбезопасности. Храм встречает шестилетия со своими традициями и новшествами. Облик этой церкви украшает зеленое кольцо, огромная кольцевидная клумба, сотни цветущих растений. Лауреат районного конкурса «Сергиевск» в цвету. Уже весной она вновь заблагоухает. А на входе в церковь прихожан встречают не только подлинные старинные иконы, привезенные в дар прихода, но и впечатляющий витраж. Сумели тут обновить почти всю мебель. Прежняя уже изрядно обветшала, а новая соответствует стилю храма. Стараемся выбирать деревянную мебель, резную, потому что храм – это место, где особо обитает Бог, и поэтому это место должно быть особо украшено, быть действительно отражением небесного царства. Ну а прихожане, рассказывая о своем храме, всегда подробно останавливаются на добрых местных традициях. Одна из них – угощение всех молящихся после богослужения. В конце праздничной службы епископ поздравил и присутствовавшего там главу Сергеевского района Алексея Веселова с переизбранием на должность, благословив на труд во благо народа и Сергеевской земли, а также правящий архиерей обратился ко всем присутствующим с проповедью. Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня поистине очень светлый и радостный день. Малая Пасха, ровно шесть лет назад, как был освящен этот дивный храм Божий, построенный трудами наших храмостроителей, и нам было очень сегодня приятно и тепло молиться в этом храме. Торжества прошли в Сидоровке в лучших христианских традициях, и начинается седьмой год жизни вновь обретенной святыни, двери которой открыты для всех. Екатерина Реснянская, Денис Витрук для информационной службы телекомпании «Радуга-3».